МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В их задачу входят разработка витрин первых этажей нежилых помещений, указателей, размещенных на фасадах зданий, информационных стендов, унифицированные системы ограждения, элементов городской навигации, разработка системы единого рекламно-информационного пространства, а также разработка предложения по выделению торговых улиц. Блогер Эмит Браун-2016 спрашивает, а когда в Самарской области начнется выдача пластиковых удостоверений вместо бумажного паспорта. Вроде бы с начала 2016 года обещали выдавать всем желающим по всей стране. Новый год наступил, а на сайте Управления Федеральной миграционной службы по Самарской области ничего про эти карточки нет. Все также предлагается получить обычный паспорт. Кто за это отвечает, интересуется блогер. В пресс-службе регионального управления ФМС уточнили, что Самарский регион не входит в число пилотных проектов, поэтому и пластиковые удостоверения у нас выдаваться не будут. Блогер Дмитрий Ширяев поинтересовался в Самарском ЖЖ-сообществе. Выкинули ли горожане елку? Есть такие, кто выбрасывает дерево уже 1 января. Мало отметили Новый год и хватит. Кто-то держит елку до Рождества Христова 7 января, кто-то до Старого Нового года 14 января, кто-то до Крещения Господня 19 января, а кто-то и до весны. Выбрасывает в марте или мае, но это уже из разряда анекдотов, конечно, пишет Ширяев. На прикрепленной автором к посту голосовалки 70% самарцев выбрали ответ, что уже избавились от елки.